привет привет друзья мои сегодня хочу с вами погулять по центру города вентнер я с вами по вентнеру гуляла просто по улочкам а сейчас приехала в центр покажу вам иногда попадается посмотрите очень опять старинные живописные английские пабы вот как например этот и посмотрите какие крутые дороги туда вверх я вот например ездить вообще по таким дорогам боюсь очень круто здесь иногда когда поднимаешься наверх на машине такое впечатление что сейчас ты рухнешь перевернешься назад хотя мне конечно многие говорят что такого не бывает чтоб машина переворачивалась но такое состояние очень неприятное узнаете ну вот такой вот центр улочки очень узкие и кстати что хочу заметить что англичане чем они хороши что они вот даже старинные все вот эти здания они не только сохраняют само здание но они сохраняют все что на нем было понимаете и вот например вот впереди видите часы и получается что эти часы и эти окна и все это антик вот чем хороша англия чем она интересна тем что они даже если что-то ремонтируют или если что-то приводят в порядок они оставляют и надписи все старинные и поэтому вот сохраняется вот этот такой английский вид зданий стиль такой и вот я отошла немножко подальше от этого живописного паба на углу и посмотрите как наверху прекрасный вид на гору и там вы даже наверное видите посмотрите огромный чей-то дом там стоит просто в лесу великолепный и вот именно вот такая вот недвижимость которая наверху от всех вдали она здесь стоит очень дорого поэтому вот так как у нас в центре покупать мы пред мы думаем что у нас чем чем ближе к центру тем дороже здесь наоборот вот еще одна улица чтобы вы больше имели представления об английских городках вот улицы такие узкие все сплошь внизу маленькими магазинчиками утыканы очень много этих чароти шоп секонд-хенды как говорят у нас еще один секонд-хенд вот который видите женщины выходят выглядит еще и неплохо но это тоже секонд-хенд посмотрите какой интересный въезд во двор двор огромный это я вам показываю тыльную сторону вот этой улице тоже очень старые постройки вот этой вот стене допустим ей больше тысячи лет вот так строилось все просто на века и опять мы выходим на центральную часть вентнера самый центр классно тоже имеет свое лицо джесус из лорд посмотрите вы знаете что лорд переводится это бог говорят о май лорд иногда о май бог то есть у них лорд переводится и здесь написано иисус это бог здесь очередной чароти шоп здесь не все сплошь сейчас такой старый патифон оригинальный можно было конечно много показать походить с вами везде вот еще один чароти шоп но боюсь что вы ничего не услышите здесь из моих объяснений такие магазины конечно заходить и смотреть 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 много всего интересного можно нарыть вот как вы видите разветвляется улицы я показываю вам какие они все узенькие эти улицы вот еще одна такая и в другую сторону еще вид на гору здесь кафе на каждом шагу также можно заходить и вот опять очередной огромный магазин чароти шоп я показываю вам медленно может быть кто-то что-то увидит интересное это украшают старинные свои большие дома особняки на стены вешать как говорят англичане everything very useful useful ну то есть очень они все это любят употреблять покупать многие ходят по этим антикварным лавкам специально как вы знаете выискивают какие-то старинные вещи антикварные бывает вы знаете вот в каких-то таких деревушках не очень населенных можно найти очень ценные антикварные вещи поэтому эти магазины пользуются здесь большой популярностью посмотрите вдалеке еще одна очень красивая церковь стоит и вот этот дом старинный со старинными часами которые я вам уже показала уличные музыканты поют решил перекурить хотела вам дать его послушать ну вот кто-то когда-то уже снимал этого уличного музыканта и сказали что он поет неинтересно я помню наши туристы его обсмеяли конечно много можно найти красивых колоритных английских чисто английских таких вот маленьких городков вы видите что здесь уже у нас не пустынно много людей и еще один charity shop здесь просто эти магазинчики на каждом шагу просто прогуляюсь немножко по этой улице центральной а вы посмотрите немножко все вокруг у меня здесь припаркована машина неподалеку я иду уже назад ну потому что вы знаете если приезжаешь в центр то парковку найти практически невозможно хотя вот пожалуйста видите свободное парковочное место можно оставлять машину на час бесплатно но я это место не нашла когда парковалась поэтому мне пришлось платить парковка здесь стоит вот парковка впереди на углу сейчас вам покажу эта парковка стоит фунт 50 в час вот уже мебельный магазин чароки сейчас случилась такая со мной история интересная я хожу со знакомой с Татьяной и вы знаете что-то разговорились она пошла вперед а я поставила свой рюкзак у меня за плечами я его поставила здесь на порожке прямо на улице и стала снимать вам домик напротив а потом так увлеклась мне Татьяна помахала что подходи к ней и представляете я пошла 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 и забыла что я оставила на улице свой рюкзак он при том был еще у меня и расстегнутый я когда через 10 минут вспомнила что мой рюкзак остался на улице я в шоке побежала назад смотреть где же он и вы знаете самое интересное что он конечно так и стоял никто его не тронул он я же говорю сейчас покажу вам где он стоял у меня это прямо вот здесь вот возле двери я его в уголочке поставила на на тротуаре практически на прохожей части и людей полно я вернулась и торчит кошелек мой и торчит мобильный телефон из рюкзака и никто не тронул все осталось на месте вот это конечно бывает только в англии я представляю что бы было если бы в центре где-то оставили расстегнутый рюкзак и пошли бы куда-то открыв рот ну вот видите здесь меня не наказали за мою такую безалаберность и за рассеянность вот сейчас уже мы подходим вот такое парковочное место оно огромное и можно парковаться но даже сейчас здесь видите тоже я бы не сказала что много свободных мест парковка вот такой автомат платишь вот смотри кто-то забыл ключи ключи похоже от какого-то отеля и они настолько давно здесь лежат что даже ключ заржавел это еще раз говорю вам о том что никто ничего не возьмет кто-то забыл положил заплатил и пошел и он теперь лежит тут уже наверное не один месяц этот ключ вот еще показываю вам одну улицу в Вентнере и вы знаете мне вот этот город очень нравится он имеет тоже свое лицо мне нравятся города которые специфически отличаются от других которые имеют свое лицо вот такие но вы знаете самое интересное что вот шанклин например который я вам до этого показывала он пользуется огромной популярностью туристов а вот уже город этот Вентнер почему-то несмотря на его колоритность несмотря на его старинное здание множество церквей вот он почему-то не очень популярен ни среди туристов ни среди жителей самих англичан почему так происходит как мне объяснял мой муж скорее всего потому что здесь он очень гористый весь находится как вы заметили на огромной такой горе и вот эти улицы вверх-вниз и очень сложно ходить если ты спускаешься к морю к океану то подниматься ну вот только что мы все на лифте остров Уайт он больше для пожилых англичан которые отработали уже которые уже все на пенсии в основном вот они приезжают сюда в этот райский остров отдыхать и жить дальше наслаждаясь в тишине Холли Тринити Черч я захожу хотела зайти показать вам эту интересную очень церковь внутри но к сожалению она почему-то закрыта вы знаете не получается войти уже интересный центральный вход и я вот приезжаю несколько раз уже в эту тоже старинную церковь Холли Тринити но почему-то мне не удается сводить вас внутрь а там интересно покажу еще раз для тех кто не видел вот это вот распятие великолепное тоже и на нем таблички которые когда-то я не могла понять это так вот знаете тоже как память просто табличка умерших людях как иногда делают на скамеечках такие таблички а здесь вот на этом кресте странным образом эти висят таблички сегодня у нас суббота 14 марта я вам не сказала это видео я снимаю очень ветреный день к сожалению здесь тоже как обычно очень громко кричат вороны они здесь поселились вот на этой высокой сосне черные огромные умные птицы иногда очень красивые виды вот как сейчас показываю вам живописно смотрится это церковь уже в апреле у нас открываются кабуцейл опять это под открытым небом продают такая барахоловка английская называется кабуцейл с машин продают все что хотите ну вы знаете уже я показывала много раз и у меня уже тоже спрашивают почему бы давно не показывали нам кабуцейл он интересен посмотреть что там продается ну вот я с вами обязательно схожу я сама люблю там бродить и обязательно с вами в апреле месяце сходим на кабуцейл и не одинажды а на этом друзья я с вами прощаюсь всего вам доброго берегите себя увидимся не забывайте ставьте лайки пишите ваши отзывы смотрите рекламу и подписывайтесь кто еще не подписался на мой канал я еще раз говорю что такой красоты на нашем острове вы больше нигде в англии не найдете и вы знаете даже я иногда показываю мельком что-то вам а по идее здесь можно останавливаться буквально на каждом углу возле каждой церквушки возле каждого старинного дома и рассказывать и рассказывать и показывать и это будет интересно здесь просто кладезь вот этих великолепных архитектурных зданий старинных похож остров Уайт на полуостров Крым похож тем что так же точно здесь теплее чем во всей Англии и так же точно англичане обожают приезжать на этот остров в летнее время и в осенние месяца и отдыхать поэтому когда у нас еще не сезон то людей не очень много но никто от этого не страдает а потом начнется этот сезон отпусков и будет очень много туристов отдыхающих приезжих в общем мы живем практически английский Крым остров Файлов Уайт Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok